Всем привет! Вы смотрите проект Fusion 365. Сегодня в выпуске у нас работа с импортированной полигональной сеткой Mesh. И по просьбе подписчика мы рассматриваем инструмент Remesh. Вот, собственно, меню Mesh. В качестве подопытных у нас будет две модели. Это модель части корпуса флешки, колпачок, сконвертированный из твердого тела. И здесь тоже твердое тело было с отверстием. Я удалил одну грань и затем сконвертировал это в Mesh, полигональную сетку. То есть такая коробочка с дырками. Итак, инструмент Remesh. Что это такое и зачем это нужно? Инструмент Remesh отвечает за перестройку полигональной сетки. И используется, вернее, полезен тогда, когда вы работаете именно с такими моделями, которые получены конвертацией из твердотельной модели. Потому что при конвертации из твердотельной модели Fusion или другие программы твердотельного моделирования стараются максимально точно сохранить форму объекта. Из-за этого появляются вот такие вещи, как такие длинные острые треугольники. То есть с точки зрения сохранения вот этого круглого отверстия, все прекрасно. Все так и должно быть. Но с точки зрения дальнейшей работы с этой полигональной моделью, это, в общем-то, не очень удобно. То же самое здесь. Очень хорошо видно, что там, где были более-менее плоские поверхности, там треугольники большие. А вот там, где было скругление, здесь у меня был сделан филет, там треугольнички, опять же, такие острые, острые длинные полигоны. Именно с ними и призвана бороться функция Remesh, для того, чтобы сделать эту сетку более удобной для дальнейшей работы. Функция Remesh перестраивает поверхность так, чтобы она состояла из треугольников равномерных, равномерного размера, равномерное заполнение поверхности. Ну, то есть, чтобы она, скажем, такая ровненькая стала. Сейчас я покажу, что это означает на вот этой модели. Сейчас я без особых настроек просто покажу, как это выглядит. Ну, что такое? В чем проблема? Вот, что такое Remesh. Remesh избавляет нас от длинных, острых полигонов и заполняет модель вот такой вот сеточкой, равномерненькой, аккуратненькой. Вот, собственно, вот для чего это нужно. Сейчас пробежимся по настройкам, но делать мы это будем на соседней модели. Так, здесь мы сохранились. При переключении между моделями Fusion решает, что я нажал ОК и сохраняет результат. Хотя, конечно, это не всегда так. Здесь я тоже поставлю галочку превью. Почему она по умолчанию снята? Потому что, если установлено превью, то фактически вычисления выполняются два раза. Здесь, прямо вот в окне, когда включен диалог Remesh, Fusion показывает вам результат. И после того, как вы жмете ОК, он пересчитывает модель. И, как бы, если вы хорошо знаете смысл этих параметров, то вам превью и не нужно, скорее всего. Вот, поэтому по умолчанию эта галочка снята. Я ее поставлю. Итак, для того, чтобы Remesh работал, нам нужно выбрать тело, либо группу граней. То есть, можно прямо вот кистью выбрать конкретные грани, которые будут ремешиться. Затем выбрать алгоритм. Здесь их два на выбор. Адаптив и юниформ. Адаптив. Нет, сначала юниформ. Юниформ переводится как равномерный. И он заполняет поверхность треугольниками одинакового размера. Ну, или примерно одинаковым. То есть, это как раз ключевой показатель. Равномерность. Равномерность размеров треугольников. Это хорошо, если вам действительно нужно получить модель, в которой все треугольнички будут примерно одинаковые. Адаптив, он немножко сложнее. И он может менять размер треугольников в зависимости от того, нужно ли это. Там, где какие-то тонкие детали, этот алгоритм может уменьшать размер треугольников до такого размера, который более точно позволит отобразить мелкие детали. То есть, в общем случае, адаптив работает лучше, сохраняет лучше детали. И для вот таких моделей, которые получены конвертацией из твердых тел, адаптив работает лучше. То есть, лучше сохраняет детали. Это не значит, что Fusion налепит огромных треугольников. Нет. Как раз-таки бороться с огромными треугольниками этот алгоритм и призван. Он, наоборот, может в некоторых местах треугольнички уменьшить для того, чтобы лучше выделить детали. Дальше здесь есть настройка Density. Это плотность полигонов. Она измеряется в долях от изначального количества полигонов. То есть, если изначально в модели было 10 тысяч полигонов, вы выставили здесь Density 0.5. Это означает, что в итоговой модели будет примерно 5 тысяч полигонов. Это позволяет нам контролировать итоговую сетку и в одном инструменте, в Remesh, сразу же сделать и перестройку сетки, и уменьшение или увеличение количества полигонов в зависимости от того, что нам нужно. Почему хорошо это делать в одной операции? Потому что, когда мы работаем с полигональной моделью, каждая операция, каждое преобразование ведет к потере информации. Постепенно потеря исходной информации, потому что это растр. Потому что это не формулы, это как бы растровое изображение. Поэтому очень хорошо, если мы одной операцией можем сделать сразу все. Параметр Shape Preservation. Вот этот параметр нигде не описан, даже в справке Autodesk. Он изменяется от нуля до единицы и призван также скорректировать алгоритм в ту или в другую сторону и заставить его более аккуратно обращаться с деталями. И сохранять... чем больше значение этого параметра, тем лучше сохраняется форма. И самое интересное. Две галочки. Preserve Sharp Edges и Preserve Poundaries. Preserve Sharp Edges. Эта галочка отвечает за то, чтобы сказать Fusion, чтобы он не сглаживал острые углы. Например, вот эта коробочка. Сейчас у нас галочка Preserve Sharp Edges включена. И мы видим, что коробочка остается коробочкой. Если мы эту галку снимем, то коробочка превращается в какой-то бесформенный комок непонятно чего. Эта галка также влияет не только на прям острые углы, но еще и на такие области, где достаточно большая кривизна поверхности. Эти области тоже лучше сохраняют детали, когда включена галочка Preserve Sharp Edges. Так, опять мы сохранились. Так, Remesh Adaptive Preview. За что же отвечает вторая галочка Preserve Boundaries? Она отвечает за то, чтобы вот такие границы меша тоже были сохранены. Например, здесь было круглое отверстие, и это является границей меш тела. Чтобы сохранить это отверстие именно круглым, нам нужно поставить галочку Preserve Boundaries. Это нужно для того, чтобы если у вас есть несколько моделей, и вы их должны стыковать после Remesh именно по этим линиям, вот эта галочка, собственно, сохранит вам вот эти просветы. То есть эта галочка работает там, где в модели появляются отверстия в полигональной сетке. Вот. Собственно, все, как бы, алгоритм работы для меня такой. Я ставлю адаптив, плотность, как правило, от 0.5 до 1, Shape Preservation где-то от 0.5 до 0.8, и ставлю галочки Preserve Sharp Edges и Preserve Boundaries. Ну, Preserve Boundaries редко приходится работать с такими сетками, в которых есть отверстия, поэтому обычно вот мой типовые настройки для этого инструмента. Давайте посмотрим, как эти все настройки работают вот на этой модели. Быстренько попробуем посмотреть. Поставим превью. Так, сейчас он нас пересчитал. Итак, адаптив. Где же здесь адаптивность замечена? Адаптивность замечена вот в этих уголках. Здесь полигончики меленькие сделаны. Адаптивность замечена вот тут у нас. Вот здесь внутри полигоны сделаны меньше. Там, где более-менее равномерная поверхность, полигоны сделаны как бы такие, одного размера. Preserve Sharp Edges у нас позволяет сохранить вот эти детали. Если нам они не нужны, то мы галочку эту спокойно можем снять и получить вот такую вот кашу здесь. Ну, как бы, все зависит от нашей задачи. Галочку я поставлю. Так, Density. Ну, в данном случае нам хватает плотности 0,5, я считаю. Если где-то вы видите, что не хватает плотности, не хватает полигонов, то вы можете Fusion дать больше полигонов, увеличив параметр Density. И Shape Preservation здесь у нас 0,8. Эта настройка будет работать именно вот в этих местах. Сейчас я покажу. Если мы снизим до 0,3, например, где именно мы потеряем детали, мы потеряем детали вот здесь. Здесь вот как раз здесь очень странные вещи начинаются. Здесь вроде мелкие полигоны, но при этом все равно потеря, какая-то искореженная сетка. Вот здесь вот. Это будет очень сильно видно. Поэтому Shape Preservation задираем повыше и играем с параметром Density для того, чтобы Fusion охватило полигонов для итоговой модели. Даже 0,7 недостаточно, потому что где-то начинается ерунда. Вот. Такой инструмент, который позволит вам из конвертированной модели сделать что-то более-менее удобное для работы. Autodesk рекомендует использовать Remesh где-то между конвертацией твердого тела в Mesh и дальнейшей работой с этим Mesh. Вот. На этом сегодня все. Если информация полезна, то вы можете поставить лайк, написать комментарий и следить за дальнейшими выпусками в плейлистах Reverse Engineering и Mesh. Там еще будет рассматриваться инструмент Reduce и инструмент Make Closed Mesh. А также все остальное, что касается работы с Mesh. Спасибо за просмотр. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok